Музыка Твоей маме зять не нужен Ведь она знает, что твоя киска в зоне риска Хе-хе-хе-хе Всем привет, с вами снова Эдисан И разрешите представиться, я Пикап мастер 69 уровня Многие записываются ко мне на курсы Потому что мальчики хотят узнать Эдисан, а как влюбить в себя любую девушку? Как сделать так, чтобы ты понравился любой мадмуазели? Пацаны, слушайте сюда внимательно Сегодня я вам все расскажу, все покажу И научу вас соблазнять любую девушку В вашем шестом, б-классе или седьмом Не важно в каком классе, вы учитесь в школе, не важно А девочки, вы должны досмотреть этот видос до конца Чтобы знать, как же защититься от таких пикап мастеров, как я От меня, конечно, это нереально Ведь я пикап мастер 69 уровня Я смогу взглядом склеить любую чексу Любую пацанесу И любую мадаму Поэтому Против меня ваша защита действовать, естественно, же не будет Поэтому перед этим я хотел бы вас попросить поставить огромнейший палец вверх на этот видос Потому что сегодня с вами мы будем играть в супер-мега игру Супер-соблазнитель Которая научит вас клеить девушек А девушек научит защищаться от таких пикап мастеров, как я Задача проста Есть уровень И в каждом уровне мы должны сделать правильный выбор Чтобы научиться клеить девушку В любых обстоятельствах При любой погоде В любой локации И не важно, насколько вы с девушкой отличаетесь Вы должны её склеить Поэтому добро пожаловать в эту мега-прекрасную игру Давайте приступим Пикап мастеры, записывайтесь на курсы 22800-225-2505 Я вас жду, звоните Ежедневный курс стоит 8000 евро Приступим Начать игру Выбор раздела Эпизод 1 Девушка на улице Нам нужно склеить девушку на улице Ты идёшь по улице Но тут твой взгляд привлекает девушка Сможешь ли ты остановить её? Вовлечь разговор и сделать так Чтобы она захотела увидеть тебя снова До меня захочет увидеть любая девушка И твоя мама, и твоя бабушка Неважно, сколько им лет Цель Назначить с вид С вид С вид вне Прямо сейчас С вид С вид вне Это очень хорошо Играть Слишком эпичная музыка Что просто идти по улице Но ничего Детка, ты моя Хоть ты об этом даже ещё не знаешь Так Первый выбор Подойти спереди Притвориться слепым Восхищённо свистнуть Восхищённо свистнуть Мне кажется, что это сможет привлечь любую девушку В смысле? Что ты мне говоришь? Что я тебе неправильный выбор сделал? Ты вообще Слышь Ты со мной не тягайся Я вообще-то 69 уровня Пикап мастер Притвориться слепым Много раз у меня уже такое прокатывало Ты просто идёшь спереди И потом её случайно обнимаешь Может сразу Ну это уже как пойдёт Притвориться слепым Во-вариант Как я и говорил Слышь, пацанесса Ты себя чё-то много корчишь, а? Смотрите, какая неприступная королева Нам попалась Подойди спереди Немного сбоку Иди рядом Ну, наверное, подойди спереди, да Ой-ой-ой Смотри, какая эпичная музычка О Видите, как я сразу смог подкатить к любой девушке Извините, я Можно я быстро кое-что у вас прошу Я увидел тебя И решил сказать То, что ты выглядишь очень элегантно Очень красивая юбка Она такая лёгкая Спасибо Какие у тебя планы на сегодня? Она идёт в парк Кормить белок Кормить белок? Белок Просто белок кормить Просто кормить белок Белок? Ты идёшь белок кормить в парк? В белок? Ага В белок В парк идёшь кормить Да, ага Орехами Орехами Это он спрашивает Я просто перевожу Я новый инглиш Да, это хорошая идея Я никогда не кормил белок орехами в парке Да, мне нужно когда-нибудь это будет попробовать Да, но я никогда не кормил белок в парке Надо будет когда-нибудь покормить следующий вариант задавать такие вопросы что больше она Горит преимущественно самому ты такая красивая я хочу тебя поцеловать laatых сразу как только тебе нравится! сразу нужно подойти это всегда прокатывает у меня всегда прокатывало Ты такая красивая, я хочу тебя поцеловать. Ты такая красивая, я хочу тебя поцеловать. О, а, ай! Ты смотри, какая неприступная. Может тебе принца на белом коне сразу подавать? Я как бы и так не хуже принца. Так, говорить преимущественно самому. Чем ты занимаешься сегодня? Может, со мной пойдёшь на свиданку? Ха-ха, я знаю, что хочешь пойти со мной на свиданку. Как же без этого? Можно взять велосипеды, покататься в парке, покормить белок. Любишь кормить белок? Да, ты же говорил, что ты любишь кормить белок. Я запомнил. Орехами любишь курить... Кормить белок. Что ты делаешь? Где ты живёшь? А видела ли я твою кофейню? А как зовут твою подругу? А сколько ей лет? А ты тут где-то рядом, да, живёшь? А ты любишь белок, да, кормить? Ага. Орехами? Белок? Орехами? Орехами? Любишь белок кормить? Орехами. Орехами? Найти повод, чтобы снять рубашку и продемонстрировать свои мускулы. Слушайте, слушайте, я что, зря в зал хожу? Я что, зря качаюсь? Конечно, вот этот вариант. Конечно, вот этот вариант, да. Чё-то жарко сегодня, не замечаете? Жарко как-то. Ох. В смысле тебе не нравятся мои мускулы, детка? Слушайте, она говорит, что у неё очень мало свободного времени. Так зачем я трачу своё свободное время на твоё свободное время? Она любит активный отдых. Активный отдых, если понимаете, о чём я. Играть в Майнкрафт, конечно же, на выходных. Это активный отдых. Ага. Зачитался, я просто мотаю себе на ус, мотаю себе на ус в будущем, чтобы применять такие же советы, как он мне даёт на девушек в следующих моих свиданках, которых никогда не будет. Ха-ха, ну всё же. Короче, он рассказывает ей то, что он задрот, мать твою. Он просыпается, играет в Майнкрафт, он говорит, что он программист. Лапшу на уши ты нам не вешай, пацан. Я знаю то, что ты просыпаешься, задротишь в Майнкрафт, нахуй пиксели, играешь в Тиньки Ран, в Мёрдер Мистери, в Бэтварзе и идёшь спать вечером. Программист он. Конечно. А мы-то все знаем то, что на Майнкрафтеров все девушки клюют. А-а-а. Послушай, у тебя есть пара минуток, чтобы не попить нам кофе? Конечно, я люблю кофе, и я всем предлагаю кофе попить при знакомстве. Поэтому, да, мне кажется, хороший вариант. А, всё, она клюнула. Она клюнула, да, она хочет кофе со мной попить. Он говорит, что... Я справился с своим заданием. Эээ, спасибо, конечно. Тебе большое. Я прошёл уровень. Результат суперсоблазнитель, ёпты. Я знал, я знал, я знал. Какой урок мы с вами вынесли из этой ситуации? Если ты на улице увидел девушку, которая тебе понравилась, тебе нужно сразу прибежать, прибежать, встать перед ней и никуда не пропускать. Ты не пройдёшь. Встать как стена и сказать ей то, что ты никуда не пройдёшь. После этого задавайте ей дохренища вопросов, чтобы она просто потеряла весь смысл жизни. И после этого всего любая девушка станет твоей. Никто не сможет устоять перед такой соблазнительностью, интелли... интеллику... инт... 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 интеллектуальным развитием, как у тебя. И, конечно же, навыком пикап-мастера 69-го уровня. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ой, господи, 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 давай... пауза, пауза. Следующий уровень. Две девушки в баре. Ей, дык, коротик. Не, у меня, конечно, был такой случай, когда я зашёл в школу и весь 11-й Б склеил всех девушек. Поэтому две девушки в баре для меня два раза плюнуть. Все мы знаем, что я супер соблазнитель 69-го уровня овер 2000. Поэтому, наверное, ребят, мы на этом уже закончим. Если вы хотите продолжения, если вы хотите видеть следующую серию, вы знаете, что нужно делать. Так как я супер соблазнитель, вам нужно подписаться на мой инстаграм прямо сейчас. Вот видите, вот тут есть инстаграм, вот тут есть инстаграм, ссылочка, точнее, ник мой в инстаграме. И также в описании есть ссылочка на мой инстаграм. Заходите, подписывайтесь. И вы узнаете. Мальчики узнают, как соблазнять любую девушку. И любая девушка в твоём классе начнёт тебя уважать и любить. А если на меня подпишешься ты, девушка, то ты узнаешь, как стать неприступной пацанессой, которую не так-то просто добиться. За которой нужно ухаживать. Ставьте лайк, если хотите следующую серию. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Уси. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова